МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует радио Люберецкого региона. Это приветствие жители Люберец слышат каждый вечер. Ровно в 18.10 эфир РТВ Подмосковья прерывает голос местных журналистов, которые готовы рассказать о главных новостях уходящего дня. Сотрудники редакции не только держат руку на пульсе округа, но и создают для своих слушателей уникальные рубрики и познавательные программы. У меня рубрика своя, называется «Музыкальный радиобазар». Я ее делаю от начала до конца. Это приглашение артистов, выезд на интервью, если это не в студии, если в студию идет трансляция на YouTube-канале. Звезды эстрады, общественные деятели, депутаты и администрация округа здесь частые гости. В свою уютную студию сотрудники радио приглашают и коллег по журналистскому цеху. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях корреспондент телеканала ЛРТ Луиза Егизарян. В следующем году радио Люберецкого региона отметит 90 лет. Его почтенный возраст выдает это аппаратное, где современной техникой соседствуют ретроприборы. Кстати, Люберцы в числе первых городов Московской области, где появился радиоузел. К тому времени, в 30-х годах прошлого столетия, уже были созданы первые радиоприемники. Но позволить себе такую роскошь мог далеко не каждый. Наша элита, партийные, все руководители, они уже получили радио. Они покупали их, они их привозили. Москва рядом, уже было задание. Они как бы имели эти источники этого эфира, но не имели возможности слушать, потому что не было сети. Радиосеть появилась в Люберцах в 1931 году. Постепенно приемники стали появляться во всех домах. Со временем они видоизменились и с каждым годом становились меньших размеров. Когда-то эти приборы были обычными предметами быта. Сегодня, в эпоху цифровизации, они стали бесценными экспонатами. Когда люди нам приносят такие вещи, они как раз хотят, чтобы история нашей страны не пропала, потому что это было главное тогда. Главный источник знаний, главный источник информации, главный источник музыки. Радио и сегодня остается главным источником информации. Уверен начальник информационно-аналитического управления администрации Люберец Вячеслав Широгий. Имея за плечами богатый опыт работы и на федеральных радиостанциях, и на телевидении, он отмечает, что в структуре современных СМИ радио наиболее оперативно и востребовано. На радио мне всегда нравилась оперативность. Мне нравилось всегда прийти, с события сел в студию, на кнопку нажал и, так сказать, рассказал. На телевидении пропадает эффект оперативности. Для меня это главное. Среди радиожурналистов и тележурналистов бытует такое мнение, что радиоведущий, он может стать ведущим на телевидении, а вот телеведущий на радио не станет ведущим никогда. Яркий тому пример – ведущий телеканала ЛРТ Николай Пивненко. Свою творческую карьеру журналист начинал именно с радио. Несмотря на то, что ему удалось осуществить мечту детства и попасть на телевидение, от работы на радио он не отказался. Радио – это зависимость. Это необъяснимое чувство. Радио – это возможность с помощью голоса передавать такие человеческие эмоции и так заставлять, именно заставлять людей слушать твой голос, что это творит чудеса. И когда ты понимаешь, что для кого-то радио вообще может быть единственным окошком в какой-то мир, и твой голос – это и есть мир для кого-то, это фантастика. Радищик – это та профессия, где бывших не бывает. Поэтому со Всемирным днём радио можно смело поздравлять всех, кто причастен к этому ремеслу. Ну а нынешним сотрудникам остаётся пожелать творческих успехов и, как говорится, чистых эфиров. Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ.